Об экологическом состоянии Казанки ходят легенды. Кто-то, положа руку на сердце, говорит о чистоте водоема и ее природных свойствах. Кто-то, а именно неравнодушные горожане всей душой и любящие эту малую реку, свидетельствуют о мусорных берегах и дурном запахе. По словам экспертов, на сегодняшний день степень качества воды Казанки оценивается четвертым классом. Это загрязненные воды. Малая река страдает по множеству причин. Загрязнение ливневой канализации, сброс отходов предприятий, а также из-за последствий гидронамывов, которые начали проводить еще в 2007 году. В местах гидронамывов, в местах засыпок, там еще более усугубляется ситуация, потому что там, получается, засыпались мелководные участки, которые наиболее активно участвуют в самоочищении. И здесь наблюдалось ухудшение физико-химических показателей воды и снижение, соответственно, биологического самоочищения. Именно здесь все годы раньше всего начинаются, к примеру, цветение воды, которое является показателем антропогенного эфтрофира. На непривлекательный внешний вид Казанки многие уже закрыли глаза, но от жуткого едкого запаха просто так невозможно отмахнуться. Удивительные метаморфозы отмечает каждый второй житель Казани. Река меняет цвет, запах приобрел новые нотки, но дело о спасении водоема продвигается медленно. Запахи вообще в водоеме, они могут подразделяться по интенсивности от 0 до 5 баллов, по характеру могут делиться на ароматические, гнилостные, болотные, землистые, сероводородные, там специфические запахи и так далее. Для Казанки много раз отмечался у нас уровень запаха от воды, от донных отложений на уровне от 2 до 3 баллов, ну, с таким гнилостным запахом, то есть с характерным гнилостным запахом, что свидетельствует о застойности, свидетельствует о низком самоочищении. В районах, естественно, сбросов там ситуация может быть хуже. Как показывает практика, если загрязнения имеются, это достаточно негативно отражается на водных обитателях. Снижается биологическое разнообразие гидробионтов и исчезают редкие виды. На сегодняшний день рыба есть, но ее, очевидно, немного. Рыбаки чаще обходят стороной Казанку и проводят время на свияге и каме. А уж те, кто решается, пойманную живность в пищу не употребляют. Казанке просто необходимо провести экологическую реабилитацию. Самый лучший способ, конечно, это аэрация воды. Если имеется застойность, имеется подпор, то есть слабое течение, то в разных местах, даже для красоты, можно было бы поставить, в общем-то, аэрационные установки типа фонтанов, и это бы все начинало благоприятно сказываться на качестве воды. Кроме того, вот заросли водных, водно-болотных растений, в районах пляжей, их можно было бы, ну, по краям пляжей, их можно было бы усилить. В местах наиболее загрязненных можно частично убрать грунт, убрать донные отложения, вот в местах сброса в сточных вод, потому что, как правило, там, где идет сброс хозяйственно-фекальная канализация, там везде идет накопление загрязняющих веществ, образуются такого своего рода мертвые зоны. Ценность чистой воды невероятно высока, особенно в летнее время. По словам эксперта, надо отказаться от принятой практики гидронамывов, загрязнения воды любыми видами сточных вод, и помнить, что лучшие украшения реки – это зеленые берега. Карина Саяхова, Фарид Захетуглы, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова